Руководитель проектов фонда «Счастливый ребенок» Роман Кирченко показывает результаты благотворительной ярмарки НАТО. В ней принимают участие все страны-члены и партнеры Североатлантического альянса. В списке из 25 участников проект Запорожского фонда на втором месте. О конкурсе мы узнали представителями Министерства иностранных дел украинского и миссии НАТО при Украине. То есть с нами связались представители и запросили у нас информацию относительно проектов, которые могли бы представить на международной ярмарке. Проект получил финансирование на сумму 7400 евро. Эти средства пойдут на приобретение медоборудования для областной детской больницы. Речь идет о комплектующих, необходимых для проведения лапароскопических операций у детей. Мы выполняем грыжесечения при помощи данных методик. Мы оперируем аппендициты, кишечные непроходимости. Преимущества мы отдаем, конечно, этим видам операции, потому что они практически бескровные. Они позволяют максимально быстро восстановиться после операции. Это оборудование было закуплено в 2012 году. Мы им пользуемся практически ежедневно. Подобная лапароскопическая стойка немецкого производства сегодня стоит порядка 200 тысяч евро. Цена отдельных инструментов свыше 1000 евро. Со временем расходные материалы выходят из строя. Некоторые из них при необходимости ремонтируются. Но благодаря гранту появилась возможность купить новые инструменты. Та сумма гранта, которая сейчас есть, она может и не сильно большая. Это 7400 евро. Но мне бы хотелось, чтобы у меня таких было заявок, как минимум, наверное, ежедневно, чтобы такие суммы поступали, для того, чтобы мы могли комплектовать больницы с соответствующим оборудованием и поднимать уровень медицинской помощи, которую оказывают детям. Благотворительный фонд «Счастливый ребенок» уже не первый год оказывает помощь Запорожской областной детской больнице. Они протягивают руку помощи детям, родителям. И при помощи их участия мы осуществляем полноценную хирургическую, терапевтическую помощь. Они нам помогают финансово, они приобретают медикаменты недостающие. Денежный грант запорожские благотворители ожидают получить в течение месяца. Продолжение следует...